У меня расплатается брак. Брак венчины, и вот брак в 13 лет почти. Мы устали друг от друга, устали уже. Когда нет чистоты, глубины в отношениях, люди устают друг от друга. Все отношения основываются только на том, чтобы накопить деньги, квартиру, дети. Нет глубины, нет возвышенности, все заканчивается. Это отношения становятся невыносимыми со временем. Если люди вместе не хотят идти к Богу, тогда ничего не сохранится. Это моя вера? Да, отчасти, потому что ваша вера должна была пройти в отношения дальше. Человек не должен верить сам по себе где-то в коморочке. Он должен свою веру распространять на всю жизнь семьи. Иначе, несомненно, это приведет к разруху. Совесть находится внутри веры. Поэтому говоря, свобода совести или, как будет, свобода совести означает вероисповедание человека, да? Совесть, видите, слово совесть здесь участвует в этом сочетании. Означает, что если человек начинает больше духовной практики заниматься дома, то совесть проникает внутри отношений. Но сейчас в ваших отношениях отвращение друг друга, а не совесть. Это и не пройдет. Почему не пройдет? Пройдет, если вы начнете Бога ставить в центре вашей жизни, семейной жизни, освещать пищу, которую вы готовите, молиться дома, на алтаре, перед алтарем и так далее. Очень многое надо делать, чтобы в доме Бог поселился тоже. Тогда в этом случае совесть коснется также вашего мужа, он перестанет быть циником и будет по-другому воспринимать и согреться. А долгие лет? Сейчас ваша семья не идет к именуемому разрушению. Если вы прямо сейчас начнете молитву и освещать, я понимаю, что вы молитесь. Я говорю о духовной жизни, о том, что в романтичной духовной жизни человек должен пытаться свою семью превратить в служение Богу. Хотя бы после. Допустим, вы можете освещать пищу, которую вы готовите, молитвы и сверять ему одежду и так далее. И тогда они... Да, ваш брак идет к разрушению. Вы начнете хотя бы в мыслях делать то, что я вам сказал. А меды до солнца, в принципе. Всегда имеет смысл быть вместе. Сможете ли вы сохранить семью или нет, я не знаю. У вас тяжелая ситуация. Но это ваша вина также. Потому что вы не сильно этого и хотите. Часто женщина, ну, снаружи вроде бы хочет семью, а внутри на самом деле. И все равно. Это значит, что она не сохранится. Причина — это усталость. Понимаете, когда люди... Вот смотрите, послушайте. Когда отношения направлены только на наслаждение, мы таким наслаждаться друг другом, мы таким счастье испытывать друг от друга, мы таким секса, мы таким любви друг от друга. Это всегда заканчивается только отвращением и разрушением. Вот это все желание наслаждаться близким человеком заканчивается только гонью. Поэтому эти отношения, взаимные желания и ожидания должны превратиться в служение. Когда, если это не превращается в служение друг другу, то тогда отношения неминуемо превращаются в невыносимые. Если вы сейчас будете как-то мысленно ему зовать счастье, служить, раскаиваться, просить прощения, прощать, как бы молиться за него, то ваши отношения постепенно будут очищаться, и вы можете опять соединиться. Такое возможно, потому что он нормальный человек, вы тоже нормальный. У вас, вы не цените, то есть вы можете ли реально восстановить опять семью? Но это будет не быстро. Вопрос заключается в том, что хотите ли вы семьи? Вот с самого начала этот вопрос у вас в сердце был. И поэтому вы меня и спросили, надо это или нет? Это по-другому называется, хочу ли я семью или нет? И вы ее так, как не хотели уже давно, поэтому она развалилась. Вы можете сейчас это специально двигать, как хотите. Я вам говорю сейчас то, что я говорю. А вы можете воспринимать это как хотите. Спасибо большое. Это ваш выбор, понимаете? Принимать мои слова или нет? Но то, что я говорю, для меня очевидно. Я не буду вам говорить то, что я не вижу ясно. Зачем мне это делать? Какой смысл? Если я вижу что-то ясно, я говорю. И мне это ясно как день, то, что я сейчас сказал. Но вам это трудно применять, потому что всегда трудно применять то, что тебе тяжело. Вы устали от отношений, вам хочется тишины, покоя. Вам не хочется отношений, по-честному. Ну, наконец-то, глашаться начали. Поэтому сами решите, нужна вам эта или нет. Если вы хотите семью, то можете ее сохранить. Но он не может жить с человеком, которому он не нужен. Ну, ваш муж не может жить с человеком, которому он не нужен. Он может жить только с человеком, которому он нужен. И я при чем говорю сейчас его слова. Я не говорю просто свои сочнения, а его слова вам говорю. Ну, ладно, вы решили этот вопрос. Сейчас-то люди не понимают, в чем их понимают.